Здравствуйте, уважаемые телезрители канала КАСПОРТ! Это проект Таймаут, меня зовут Адиль Сейфулин, и мы начинаем! Спортивный лось показал, как нужно играть в футбол. Может показаться, что лоси – это не те животные, которые способны заинтересоваться спортивными играми. Но животное, снятое на видео в Гомере, Аляска, США, оказалось вовсе не прочь погонять футбольный мячик. Очевидцам оставалось только с удивлением взирать на забавы четвероногого спортсмена. Особенно зрителей поразили движения необычного футболиста. Лось действовал так, как если бы неоднократно тренировался. Малыш увлекся пинг-понгом и уже может стать конкурентом иным взрослым игрокам. Если вам предложат сыграть в настольный теннис с трехлетним малышом, наверняка вы отнесетесь такому сопернику несколько снисходительно. Но если с вами сядет за один стол Цянь Юнбо из Китая, то не стоит торопиться с выводами и начинать поддаваться мальчику. Этот ребенок, получивший в соцсетях милое прозвище «маленький рисовый пирог», готов составить серьезную конкуренцию. Скорость и ловкость Цяна завораживают зрителей, а мастерство он оттачивает вот уже два года. Именно так малыш увлекся пинг-понгом, когда ему был всего лишь годик, а тренирует его бабушка, которая в прошлом профессионально играла в настольный теннис. Рыдающая девочка не растеряла навыков игры в пинг-понг. Эта маленькая жительница Китая очень неплохо для своего возраста, играя в пинг-понг, но прославилась она в интернете далеко не поэтому. Видеоролик, который очень заинтересовал зрителей, показывает нам трехлетнюю девочку не в очень хорошем настроении. Даже больше. Малышка горько рядает по какой-то неизвестной причине. Но если вы думаете, что ребенок бросит ракетку и убежит от стола, то вы ошибаетесь. Тренировка должна продолжаться несмотря ни на что. А потому юная героиня хоть и плачет, но все равно умудряется отбивать каждую подачу. Невероятный спортсмен, отличный человек. Это все о нашем сегодняшнем герое. Миржан Рахимжанов. Именитый казахстанский боксер. Мастер спорта международного класса. Участник Олимпиады 2004. Чемпион мира среди военнослужащих. Сегодняшний герой тайм-аута. Миржан, бокс для вас в пяти словах. Что это? Это спорт. Это характер. Это уверенность. Это выносливость. Любимое дело. Дело в своей жизни, которое сейчас, в данный момент, я этим делом занимаюсь. Как тренер. То есть я бокс почувствовал и на себе. Как бы смотрю и с этой стороны, и с другой стороны. Миржан, в 2004 году вы выступали на Олимпиаде. Собственно, в стране, в которой все и зародилось. Все Олимпийские игры. В Греции. В первом раунде берет в свои руки Мирсхан Рахимжанов. Вот видите. Расскажите немножко про этот опыт. Что он для вас значит? И насколько отпечаток это по жизни теперь с вами? Олимпийские игры – это мечта, наверное, любого спортсмена. Тренировался, спал и просыпался. Всегда думал, всегда хотел стать олимпийским чемпионом. Ну и на эти Олимпийские игры это был долгий путь. Я не так просто туда попал. Это у нас даже внутри Казахстана была у нас сильная конкуренция. То есть я прошел конкуренцию. И то надо было поехать за лицензиями, чтобы выехать. Я и то попал на последнюю лицензию. То есть мы поехали с Бахтяром Мартаевым вдвоем. В Карачи, то есть Пакистан, там разыгрывалась последняя лицензия. И вот мы выиграли там лицензию. С первого я выиграл, после меня Бахтяр Артаев выиграл. Но вы с Бахтяром, получается, в разных весах? Мы в разных весах, да. Я 51 килограмм был, Артаев 69 килограмм был. Ну, после, как завоевали лицензию, все. Ну, первый момент я не осознавал, что я уже взял лицензию. Как бы так. Ну, вот я выиграл бой. За выход, за лицензию я боксировал очень сильным боксером. То есть имя его точно не помню, но он с Монголием. Я с ним вот боксировал, и я его не пустил в Афин. То есть я ему отрезал дорогу, да, как скажем. После, например, скажем, если это перепрыгнуть, после Афин, это Пекин, когда мы тоже готовились в Пекин, я, к сожалению, не смог попасть в Пекин. Этот Монгол, он поехал в Пекин и завоевал олимпийскую медаль. То есть он стал чемпионом. Возможно, вы ему мотивации дали, да? Возможно, да. Возможно, да. Миржан, как вы сейчас справляетесь с линией? И вообще, присутствует ли она в вашей жизни? Не, ну, конечно, бывает. Но я борюсь с этим линией. Я его просто перебарю. А если у ваших учеников начинается линия, вы это сразу чувствуете? Когда начинается работа, ты видишь, где-то что-то он недоработал. Где-то мог, например, побыстрее подвигаться. А он там двигается медленно, да, например. Ты тоже это чувствуешь. А потом мы садимся, и начинается у нас беседа, разбор полетов. И я ему объясняю. Где-то там, где-то там вот. Вот здесь, вот здесь вот ты поленился. Вот здесь вот так, вот здесь вот. Не то, что неправильно, да, а именно лень. Ты просто поленился это сделать. А наказываете как-то за лень? Честно, спортивно наказываю я только отжимания. Там провинился, все, пожалуйста, 50 отжиманий. Как вы относитесь к шлему? Вот в спаррингах, в боксе, и насколько вообще он вам нравится или нет? Ну, шлем стопроцентно нужен. От избежения всяких травм шлем, он нужен. А вы сам как любите? Со шлемом боксовать? Я сейчас боксирую, да, именно со шлемом. Встаю, например, в спарринг с учениками. Они должны по мне попадать. Они когда по мне попадают, и немножко вот этот страх пропадает, и они начинают потом боксировать. Миржан, вот все-таки бокс начала нулевых, да, когда все звезды казахстанского бокса и зародились. Какие-то пару отличий можете назвать от боксеров современных? Есть ли какие-то принципиальные моменты, разницы? Те же правила бокса, да, в любительском боксе меняются. Раньше было 4 раунда по 2 минуты, сейчас 3 минуты и 3 раунда. То есть раньше был раунд двухминутный, он был скоростной. Мы были и подстраивались под это, мы были, ну, скоростными. Это был скоростной бой. Мы боксировали в шлемах, мы боксировали на очки, то есть считались очки. Максимальное поражение получается, да? Да, там считалось, что стоит табло, буквально, например, тот же зритель в табло видит, кто кого выигрывает, да, по очкам. Там может счет быть 40, там 45. Сейчас как бы такого нету, сейчас уже шлема сняли, мы уже сейчас боксируем без шлема. Три по три уже, три минуты это хорошее время, то есть там уже боксируют ребята не торопясь, не торопясь. И уже вот эти, как бы вот это табло сняли, сейчас не показывают очки, сейчас личное мнение судей, то есть по запискам. Чая симпатия, кому вот хочет он отдать победу, и тому он дает победу. Сейчас вот подсчет такой, ну, это ближется уже, как бы, более профессиональному виду. Ну, говорят, что в боксе любительского и рейтинг падает, как бы, и он становится незрелищным. Как раньше вот боксировали мы, я думаю, скоростной бокс, он был намного зрелищнее, я думаю. Вам эта система ближе, да? Да, ну, у меня эта система ближе, как бы, потому что мы готовились, через себя это все пропускали. Ну, и такой вопрос, Миржан, который, наверное, лично меня, да, волнует. Мне 25 лет, никогда боксом не занимался. Мне интересно, возможно ли уже в зрелом возрасте добиться каких-то высот в боксе? Я вам не могу пообещать, что вы каких-то высот достигните, но почему бы нет? В любительском боксе, я бы сказал, что вам не дадут дорогу, да? Но у вас есть шансы, например, профессионального бокса. В профессиональном боксе там нету такого ограничения на возраст. Как вы себя покажете, то есть от вашего желания все это будет зависеть. И как мы быстрее вас научим боксу, и как вы сами поймете этот бокс, приобретете именно навыки. А есть ли самый возрастной боксер, который, ну, понятно, да, любитель, который к вам ходит на тренировки? Можете кого-то отметить? Да, вот он, ну, он мастер спорта СССР, когда время появляется, он, безусловно, приходит в зал, тренируется. Классный боксер, левшачок, такой, ну, панчер. Я по лапам ощутил, что он прям такой сильно бьет. Ну, вот ему сколько? 51 года. 59 лет? Да, 59 лет. Но при этом человек бокс не бросает, да, все-таки время от времени занимается? Если бокс, он в крови, постоянно охота заниматься, постоянно охота находиться в зале. Именно вот эта атмосфера, сама аура в плане тренировок. Наверное, любой человек, который вспоминает свою молодость, там. А можете ли вы вспомнить самый длительный промежуток временной, когда вы не занимались боксом? Было ли такое? В 2012-м я завершил карьеру любительскую. Ну, и буквально, наверное, 8 месяцев, наверное, я не тренировался. Я не находил себе места, то есть нарушился сон, то есть я не мог нормально спать. То есть у меня сердце кололо, прямо она мне как будто ныла, просила тренировок. Потом я просто сходил в зал, потренировался, и у меня как рукой все сняло. Но оказывается, вот даже сердце мне говорит, что нельзя тебе так бросать тренировки. А что вы думаете о правильном питании? То есть насколько рацион важен для боксера? И есть ли определенные, не знаю, продукты, блюда, которые принципиально боксер никогда не будет кушать? Если он, тем более, хорошего уровня, он должен питаться хорошо. Хорошее питание, хорошие тренировки, и вот тогда он покажет высоких результатов. Я, например, ну я себе ничем не отказывал. Пропиваю, конечно, витамины, которые нужны для меня. Ну и продолжая тему питания, веса, да, у боксеров, да и в принципе у спортсменов очень такая популярная вещь – это гонять вес перед соревнованиями, да. То есть быстро сбрасывать, быстро набирать. Вот насколько это полезно для организма? И это какая-то технология, как это происходит? Иногда неохота даже вспоминать. Я все время гонял вес. Это, конечно, неправильно, но если ты хочешь каких-то результатов добиться, тебе нужно спуститься до какого-то уровня, да, веса. Мы раньше просто не умели, это сейчас вот технология доходит только для нас, как правильно это все от питания зависит. А мы в то время и питались неправильно, и гоняли неправильно. То есть мы одевались как капуста, да, то есть и вообще практически не кушали даже. Ту же воду мы не пили. А сейчас как? Наоборот, ты должен воду пить. Именно вода, вот эти всякие ненужные жиры, выгоняет только вода. В то время вот мы этого не знали. Даже за стол ты сел, ты должен знать, что правильно, что неправильно питание. Вот и все. И пить воду. То есть это больше заранее продумывать, чем перед соревнованиями быстро? Конечно, конечно. Это буквально, это и у тебя силы останутся. То есть ты не будешь обезвоженным, ты вот эту свою силу внутреннюю ты оставишь. Но и полегчаешь, ты потеряешь вес. Миржан, какие приемы в боксе для вас принципиально грязные? Может быть, вы сами с ними боролись, да, в своей карьере? И сейчас у ребят, если замечаете, то прям нет ни в какую. Ну, в боксе грязных приемов очень много. Некоторые даже грязным приемом учатся. То, что мне не нравится, это вот это вот вязание, да, вот когда в клинч. Два боксера в клинч выходят, и один другого вяжет. Так вяжет, что получается и бой некрасивый, и он сам не может ударить, и не дает себя ударить, да. Вся красота бокса теряется на этом, да. Какой-нибудь вот грязный боец, скажем, да. Грязный боец, он, по нему видно, по его выходкам, да. Он может ударить ниже пояса, да. Ну, нечаянно, да. Он может ударить нечаянно с локтя, да. Может за головы. То есть, ну, таких приемов куча, да. Бокс, это сам он, это джентльменский спорт. Сейчас у вас своя школа бокса, весьма популярная в столице. Для чего ему это? То есть, что для вас тренерская работа? Это мой заработок в жизни. То есть, я этим зарабатываю на жизнь. Миржан, многие профессиональные боксеры очень щепетильно относятся к выбору перчаток, везде со своими ездят. Вот для меня, как человека, который далек от бокса, да, очень интересно, насколько это важно и какие моменты принципиальны. Это удобство. Некоторые берут, например, широкие, да, чтобы именно перекрываться, защищаться. То есть, они побольше хорошо закрываются. У кого-то, например, ну, скажем, руки, да, разбитые, да, например. Ну, он сломал руку, и она вот эта боль, она всю жизнь его будет преследовать. Он выбирает где-то, например, там накладка, чтобы было побольше, да, например. Разные перчатки, да. В плане, например, скажем, вот есть спарринговочные перчатки, есть снарядные перчатки. Спарринговочные, они должны быть намного большие, то есть, они идут 16-унцовые. 16-унц – это сам вес перчаток, то есть, они такие огромные, большие, то есть, это спарринговочные. То есть, они не должны, например, спарринг-партнеры друг друга травмировать. Ну и достаточно неправдный вопрос, как начинающему боксеру бороться со страхом, победить свой страх? Этим вопросом мы сталкиваемся и до сих пор сталкиваемся и будем сталкиваться. Для начинающего боксера, если он уже пришел в зал, он уже какой-то преодолел страх. Именно в зал бокса он уже какой-то страх преодолел. В следующем, то есть, мы потихоньку, потихоньку мы работаем с человеком. Я выхожу так же с ним боксировать, и он начинает тоже со мной работать. Раз зашел, два зашел, три зашел. И вот так постоянно он заходит со мной на ринг, и потом он забывает, что у него была какая-то грань, какой-то страх. Он достигает каких-то уже навыков и уровней, да. И потом просто этот страх от него исчезает. Три момента из философии бокса, какие бы подметили для себя? В боксе я, например, мы учим своих детей, да, если они какие-то навыки научились, чтобы в корыстных целях они не использовали. Использовали только моменты для самообороны, для самозащиты, да. Им показываем, да, чтобы они отличали черную от белого. Чтобы они правильно двигались, все делали правильно, да, вот были патриотами своей страны. Ну и Миржан, честно, я очень благодарен вам за сегодняшнее интервью, за то, что так пообщались, поговорили. Много полезного для себя я взял, не только про спорт на самом деле. И я думаю, как-нибудь с удовольствием бы к вам записался, даже прошел бы ваш тренировочек. Здесь сейчас тебе ничего не мешает, мы находимся в зале. Мы можем с тобой прямо сейчас потренироваться. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Ну давайте попробуем. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Продолжение следует... 19 очков в этом поединке. Победу одержал Мирсхан Рахимджанов. Ну что ж, друзья, настал тот момент, когда наш выпуск подошел к концу. Спасибо большое за ваше внимание. Пока!